В Алматы в редакции независимого интернет-издания накануне Кейзет и в квартирах его редактора и двух журналистов прошли обыски. Поводом послужило якобы распространение заведомо ложной информации о деятельности Каскомерцбанка. Как сообщили сами журналисты при обыске у одной из них, полиция якобы нашла наркотические вещества. При этом полицейские отказались показать постановление об обыске подъехавшим адвокатам. Проект накануне Кейзет создан несколькими журналистами, работавшими ранее в газете «Республика». Это издание, его веб-сайт и приложение. Всего около 30 оппозиционных СМИ были запрещены судом в 2012 году как экстремистки. Теперь власть обвинили независимых журналистов в распространении заведомо ложной информации в публикациях о деятельности Каскомерцбанка. По мнению полиции, публикации были заказными и оплачивались наличными средствами. Сразу же за этим последовала череда обысков в редакции квартир журналистов. Во время обыска в квартире Юлии Козловой полиция якобы нашла наркотическое вещество. Но когда прибыли адвокаты, силовики отказались предъявлять постановление на обыск. Как происходил обыск, рассказывает адвокат Айман Умарова. Сейчас едем в ДВД, после ДВД прокомментирую. Был проведен обыск, в ходе обыск начат был без Юлии Козловой, хотя Юлия предупредила лиц обыск о том, что она едет. Пожалуйста, дождите с адвокатом, как положено. Дело почему это очень важно, поскольку в постановлении о производстве обыска указано, что эти люди, сотрудники правоохранительных органов, следственная оперативная группа, они пришли искать технические средства и документы. То есть, если они ищут технические средства и документы, и имеется причастность к Юлии Козловой, прям так указано в постановлении, то значит надо было первоначально предложить именно Юлии Козловой сдать эти документы добровольно, и технические средства добровольно. Согласитесь со мной. И вдруг они, начав обыск без самой Юлии, они в кухне под Раковиной обнаруживают какой-то чай там, еще какие-то чаи изымают в кухне. Вот если вы пришли искать, извините, технические средства, если вы пришли искать документы, какое отношение имеют какие-то чаи и приправы, согласитесь со мной? И это очень странно. Поэтому, значит, потом они его изымают, и по виде того, что две какие-то пачки каких-то чаев изымают, и какие-то приправки, то мы полагаем, что речь идет о наркотиках. И эти наркотики, если они покажут, что это наркотики, то они, естественно, были подложены, подкинуты. Потому что зачем им это нужно было? Теперь на сегодняшний день мы вызваны на завтра. Какие следственные действия не говорят? Единственное, сказали, что они по видеозаписи произвели все-таки протокол составили. Протокол обыска, что изъят и так далее. Мы так договаривали, что они по видео будут составлять, и мы, если что, замечания будем писать. Но я думаю, что вызвали не для этого. Что, скорее всего, ожидают ряд крестных действий. Завтра в 3 часа. Издание за последнее время опубликовало немало неудобных статей, в том числе о Мухтаре Аблязове, выдача которого Казахстану угрожает его жизни, о материальном состоянии родственников Нурсултана Назарбаева, а также о женозенских событиях, при подавлении которых, по официальным данным, силовиками было убито 15 человек, а по неофициальным расстреляно более 60. Продолжение следует...